друзья всех приветствую вы на канале antelive.com.ua меня зовут александр будем сегодня вместе с вами рассматривать модель под названием сяоми redmi note 2 эта моделька которая вышла совсем недавно является бюджетным вариантом от компании сяоми эта модель вышла для конкуренции с такими моделями как meizu m2 note как lenovo k3 note как же us 3 есть свои достоинства есть свои недостатки сразу же хочется сказать о том что делает бум на рынке это версия этого смартфона существует в продаже три версии смартфона это версия gsm это версия fdd и версия prime gsm версия по данным от производителя не поддерживает 3g 4g частоты с одной стороны это совсем уж не интересно и для россии само собой и для украины когда у нас по всем городам массово проводят 3g сети fdd версия она поддерживает все эти 3g сети и отличается некоторым увеличением производительности процессора там увеличенная частота каждого из восьми ядер и графический ускоритель тоже немножко мощнее быстрее ну и существует prime версия которая также поддерживает все частоты 3g 4g и имеет те же технические характеристики однако как оказалось версия gsm которая которую я сейчас держу в руках она поддерживает 3g в украине не знаю с чем это связано почему компания сяоми не рассказывала об этом изначально дело в том что версия gsm стоит долларов на 40 дешевле нежели версия fdd и это очень значительно получается что fdd версия которая поддерживает и 3g 4g но имеет чуточку более мощные технические характеристики она вообще не интересно для нас с вами в украине например то есть 3g это модель gsm поддерживает и все 4g ну у нас только 3g провели когда будет 4g это очень сложно сказать давайте рассмотрим комплектацию давайте рассмотрим коробку ну во первых как всегда компания сяоми делает на своей коробке вот такие вот логотипы голограмм ки если стереть его то будет официальный код или номерок от компании сяоми данная модель имеет вот такие вот технические характеристики кому нужно сделать и стоп и посмотрите комплект поставки минимальный сяоми редминот является бюджетным устройством от компании поэтому ничего сверхъестественного вы здесь не увидите но бюджетное устройство это только на первый взгляд потому что смартфон обладает реально очень крупными техническими характеристиками значит комплектации здесь идет стандартно юсб кабель есть блочок зарядки блочок зарядки у нас идет на 2 ампера то есть это мощная хорошая нормальная зарядка информация вот производителя гарантийные талоны все стандартно и в принципе больше по комплектации здесь ничего нет тут все пусто и тут тоже пусто смартфон выполнен в стандартном для сегодняшнего времени размера 5,5 дюймов это full hd дисплей это 3060 аккумулятор и очень интересный процессор mediatek 6795 это аналогичный процессор как у топового meizu mx5 как у лети v1 x600 и так далее единственное что данный процессор он немножко слабее он имеет по 2 гигагерца частоту и графический ускоритель там тоже немножко слабее посмотрим это все в antutu давайте разберем в его внешний вид 5,5 дюймов три сенсорных кнопки эти сенсорные кнопки не подсвечиваются до подсвечиваются и довольно таки неплохо на лицевой панели у нас gorilla glass у нас full hd у нас ips матрица у нас 5 мегапиксельная основная 5 мегапиксельная фронталка датчики приближения освещения индикатор пропущенных звонков здесь сверху и динамик для разговоров по телефону тут сверху у нас инфракрасный порт второй микрофон разъем под наушники с этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения-выключения здесь нет ничего ну и здесь еще один микрофон и разъем под usb для подключения к компьютеру либо там атака разъем кстати данная модель поддерживает атака разъем задняя крышка имеет матовую основу она очень приятная на ощупь на ней не остается четко пальцев основная камера на 13 мегапикселей вспышка и логотип компании сяоми по внешним ощущениям от смартфона он очень удобен крышка не скользит очень многие люди сравнивают модель там с мейзо м1 нот с м2 нот так вот эта модель в плане плане комфорта держания в руке то эта модель лучше но я когда пользовался здесь дело в том что крышечка она съемная вот и вот когда ты держит смартфон в руках чувствуется что модели ну не монолитно она то есть нет у него здесь такого монолитного корпуса вот это то достоинство монолитного корпуса который неразборной то есть там не будет ничего трещать не будет ничего скрипеть здесь во первых вот по диагонали вот такой вот звук но когда держишь вот в этих местах он издают всякие разные такие звуки которые свидетельствуют о том что корпус неразборной что крышка отдельно здесь сцепляется и не такая она монолитная не так здесь все собрано хорошо принципе это можно прикапываться к этому смартфону можно не прикапываться сборка нормальная но есть вот такие моменты обычной стандартной одевающейся крышки под крышкой у нас есть здесь аккумулятор аккумулятор емкостью на 3020 миллиампер через слэш 3060 здесь у нас две стандартных 2 мини микросимки и поддержка карт памяти вроде бы поддержка карт памяти до 32 гигабайт также на форуме 4pda говорят о том что очень можно легко отличить версию от производителя fdd это или это gsm вот я вам покажу сейчас если написано 2015 052 это gsm версия если написано 051 в конце это fdd версия и динамик довольно таки неплохой громкий внешний динамик он довольно таки большой решетка конечно у нас поболее будет но тем не менее динамик тоже ничего посмотрим технические характеристики смартфона естественно через программку antutu как вы можете видеть олеофобное покрытие даже если она здесь и есть то она очень и очень несущественно работает вытирается это все классно проблем никаких нет поставляется модель как без аксессуаров без пленки без бамперов чехлов различных и гарнитуры это все уже можно будет приобретать дополнительно итак в программе antutu набирает данная модель 445 641 это 64 битный процессор такой же такая же версия antutu и давайте по техническим характеристикам значит сяоми redmi note 2 имеет 5.0 android это мтк 6795 процессор графический ускоритель g6 6600 это full hd 13 мегапиксельная камера оперативной памяти здесь 2 гигабайта при старте рабочей системы рабочего стола у нас свободно всего лишь 800 мегабайт оперативки хотелось бы побольше встроенной памяти здесь 16 однако есть накопитель ей можно вставить карточку памяти то о чем я вам говорил это то что здесь 8 ядер и они немножко урезаны то есть здесь 1950 мегагерц частота этого процессора 5.5 дюймов IPS матрица фронталка на 5 мегапикселей и и в принципе тут различные датчики данная модель поддерживает десяти точечный мультитач есть различные датчики акселерометры освещение приближение поддерживает данная модель от г nfc в этом смартфоне нет в целом когда первый раз включаешь этот смартфон ощущение остается очень даже положительными эта модель не будет конкурентом для meizu mx5 однако это шикарный конкурент для бюджетных lenovo meizu giu того же элефонов и так далее эта модель будет лучше этих всех смартфонов в первую очередь за счет мощного производительного процессора который стоит такой же самый стоит в meizu mx5 в топовом экран здесь IPS углы обзора в принципе хорошие но по диагонали вот экранчик превращается вот из такого темного хорошего в серенький ну это есть во многих современных смартфонах давно я не держал в руках матрицу типа zopo 980 которая шикарно справлялась с любыми углами обзоров как по диагонали так и с любых сверху снизу и с различных сторон прошивка здесь стандартная заводская мы ничего не трогаем насколько я понимаю здесь каких-то отличий китай версии и евро версии нет люди путают это с GSM и FDD версии так вот не нужно путать покупайте GSM версию 3G интернет будет работать в Украине с GSM версией FDD бессмысленно покупать этой производительности которая плюс ко всему в этом смартфоне ее предостаточно для любых задач значит прошивка и информация о прошивке вот у нас все на русском языке тут у нас менюшка идет дополнительно здесь есть различные настройки по батарейке по индикации по звуку в настройке экрана есть насыщенность различная цветовой тон у меня стоит сейчас самый холодный насыщенность яркая стандартная ну то есть это уже под вас под ваши ощущения нужно настраивать и пробовать пользоваться настройки по всем отдельным моментам вызовы, контакты, сообщения камера, галерея здесь все вынесено в отдельный пункт для меня это несколько неудобно но в принципе операционная система софт, оболочка MIUI это все дело такое ничего особенного в этом нет можно разобраться с любой прошивкой это все нормально и пользоваться удобно в этом плане никаких вопросов у меня нет звучание смартфона меня порадовало звучание в наушниках хорошее звук хороший разговорный микрофон, внешний динамик неплохой можно включить YouTube что-то попробовать включить на нашем аккаунте есть вот такие вот подписочки Винкс опустится назад в прошлое чтобы спасти магических животных нормально динамик этот внешний работает ничего плохого сказать не могу некоторые обзорщики некоторые люди говорят что вот что-то с производительностью не то я этого не заметил у меня все летает да ну и как в принципе на таком процессоре может быть плохая производительность наверное это скорее всего в их случае все дело в прошивке я же вам покажу Asphalt 8 и Modern Combat 5 как они играются давайте смотреть маршрут маршрут Таргет уничтожен. Конфирм, экстракцион, локация. Овер. Снимайся. Давай. Пойдем. Спасибо. В общем, в плане производительности Xiaomi Redmi Note 2 отлично справляется наравне с тем же Meizu MX5. Никаких проблем, огромный FPS есть, можно играть в удовольствие и просто наслаждаться игрой. Я тестировал, естественно, GPS в этом смартфоне. Давайте смотреть, что у меня получилось. Получилось у меня следующее. GPS отличный. На этом процессоре с GPS никаких проблем нет. Есть поддержка GLONASS спутников. Спутники ловят очень быстро, очень мощно и потом не теряют их. То, что меня реально разочаровало, это аккумулятор. Это очень печально на самом деле. Я тестировал на этом процессоре Meizu MX5, я тестировал Leti V1 X600. На этом процессоре смартфоны всегда показывали отличные результаты в плане автономности. Здесь же аккумулятор очень-очень сильно подкачал. Во-первых, результат в Antutu тестере 4,449. Это реально результат ниже среднего по данным этой программки. Например, Meizu MX5 у меня набрал в районе 7000 баллов. Аналогичные Lenovo Catrinode и Meizu MX2 набирают 5000-6000. Вот примерно в таком диапазоне. Тест реальный у меня показал следующее. В 1309 у меня было 100%. В 1535 у меня уже осталось 14%. Это значит, что 2,5 часа он проработал в режиме игрушки у меня, в режиме Epic Citadel. Сказать, что это супер слабый результат, я не могу сказать. То есть, если его догнать до 0%, то это у нас будет приблизительно чуть менее 3 часов, скорее всего. Но в целом это очень слабый результат для такого мощного аккумулятора 3060 мА. Ну и для этой платформы, для этого процессора. Скорее всего, виновата прошивка. Может быть, что-то исправится с более дальними прошивками, но я сомневаюсь. Камера смартфона меня очень порадовала. Из конкурентов того же Meizu M2 Note, еще различных других аналогов, Elephone P7000 и так далее, GI, мне камера показалась значительно лучше. Во-первых, здесь есть вот такие вот настройки. Здесь есть меню настроек в плане разрешения, картинки, качества, видео, то же самое. Фронталка. Значит, по качеству изображения могу сказать, что фотографии получаются четкими. Автофокус работает отлично. Размытости изображений нет. Все круто снимает. Видео единственное, что если мы выбираем автоматическую фокусировку, то есть без тапа по экрану каждый раз на объекте, то она срабатывает, ну так, несколько с опозданием, но в целом она срабатывает нормально. И когда меняется картинка, то все это тоже меняется. Я все фотографии и видео закину вам рядышком в описании. Вы сможете это все посмотреть из первоисточника, так как оно выглядит на самом деле на смартфоне. Мне камера, в принципе, понравилась. За эти деньги отличный вариант. Что у нас получилось? Компания Xiaomi хотела выпустить действительно идеальный, дешевый бюджетный смартфон. Слово идеальный и дешевый бюджетный, ну как-то оно немножко не клеится друг к другу. Компания реально выпустила очень крутой бюджетный гаджет со своим именем и поставила всех на уши, всеми своими тремя версиями. Что хочу сказать? Модель имеет свои недостатки. Она имеет вот такой вот корпус, который с одной стороны прикольный, крышка очень классно выполнена, но она немножко потрескивает, похрустывает, и на перегиб тоже есть звук. Монолитности в смартфоне нет. Ну и очень меня окорчил аккумулятор, который, в принципе, заявлен на уровне 3060 мА, но держит очень и очень слабенько. Это меня расстроило. То, что меня порадовало очень сильно, это Mediatek 6795 процессор. Это классная камера, которая реально классная. И в видео, и в фото, все без проблем. Меня порадовала также цена этого устройства. И то, что компания выпустила GSM-версию, которая в Китае стоит что-то около 150 долларов, чуть меньше, там 148. И она поддерживает 3G. У нас в Кривом Роге 3G еще не провели до конца, но, тем не менее, я пользуюсь Киевстарым МТСом. И я могу вам просто показать, что вот такие вот настройки уже доступны в GSM-версии. Я вам показывал изначально синенькую наклеечку о том, что это реально GSM-версия. Ну и на коробке вы видели частоты. То есть и на форумах 4PDA очень многие люди говорят, что и 3G, и 4G, и в Украине, и в России, и в Беларуси, и в Казахстане везде все работает отлично. Поэтому смысл переплачивать за FDD-версию я лично не вижу. Если гоняться за теми 200-200 МГц процессора, ну это того не стоит, я считаю. В плане производительности я заметил, что никаких проблем у смартфона нет. Современные игрушки запускаются отлично. И я думаю, вам этой производительности будет выше крыши. Поэтому компания выпустила реально очень классный смартфон. Реально недорогой. Реально конкурентный для всех Meizu. Кому-то может, конечно, не понравиться такая прошивка. И с прошивками не так все сладко. Очень многие люди говорят, что на некоторых прошивках то смски не приходят, то с производительностью проблемы, то еще, еще, еще с чем-то. То с автономностью в плане батарейки. Мы продаем эту модель на заводской прошивке. Я ее лично протестил. Смски приходили мне. Все, в принципе, нормально. Как бы пользоваться этой прошивкой можно. Если уже кому-то там что-то будет нужно другое, то тогда уже, пожалуйста, занимайтесь настройкой этого смартфона под себя. На этом все. Напоследок хочу сказать, если вы выбираете смартфон бюджетный, вот там, 4500 гривен, и думаете Meizu M2 Note, Xiaomi, смотрите обзоры, решайте каждый сам для себя. Это очень сложный выбор. Xiaomi реально выпустил крутой смартфон. Готовы ли вы мириться вот с этими недостатками, с корпусом и с батарейкой, и делайте выбор. Я не могу сказать, какой бы смартфон выбрал я. Мне нравится и Meizu M2 Note, и Xiaomi теперь этот нравится, и GAUS 3, там 3 гига оперативки. В общем, выбор за вами. Я просто снял обзор, а вам теперь самое сложное осталось думать. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, подписываемся на наш канал, подписываемся в группу ВКонтакте, там тоже иногда интересные фотографии. Я выкладываю о том, что к нам приезжает на склад, какие там тесты и так далее. Ну и заходите к нам в интернет-магазин antelife.com.ua, покупайте Xiaomi Redmi Note 2. Спасибо, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok